здравствуйте мои дорогие всех приветствую на своих каналах продолжая работа с текстами пророчества сегодня мы будем с вами говорить о брата любви знаете пять лет работаю на youtube канале совершенно бесплатно совершенно добровольно и ищу братьев по разуму ну к сожалению в окружающем пространстве почему-то их не обнаруживаю и поэтому решила сегодня рассказать вам об этой уникальной заповеди которую давно пора было озвучить я принципе озвучивала но мало кто о ней знает и многие блогеры даже присваивают эту заповедь себе ну конечно же проще заповеди бога и христа взять и присвоить и сказать что это новая заповедь они еще ни разу не говорили я понимаю что вы страдаете невежеством но это не значит что нужно поступать таким наглым образом знаете появилось так много всевозможных братств белых и белых а поскольку существует пророчество о появлении белого братства так вот белое братство связано в первую очередь с учением иисуса христа белое это значит чистая значит конечно же праведное братство между людьми и сегодня я вам напомню те цитаты которые связаны с данной заповедью я хотела бы вновь произнести сначала первую заповедь одну из главных которую огласил миссии иисус христос затем вторую но затем перейдем к третьей обратолюбие поскольку все они взаимосвязаны и так возлюби господа бога нашего всей душой и всем сердцем всем разумением своим это первая заповедь вторая заповедь возлюби ближнего своего как самого себя а третья заповедь заповедь о братолюбии но теперь я буду зачитывать цитаты для того чтобы вы понимали что я не несу от себя тяну я работаю серьезными текстами и эти тексты конечно же были переданы через пророков итак послание к евреям 13 глава 1 стих братолюбие между вами да пребывает первое послание иоанна 4 глава 21 стих и мы имеем от него такую заповедь чтобы любящий бога любил и брата своего если вы называете себя верующим человеком то вы в первую очередь должны знать эту заповедь и должны конечно же с любовью относиться к окружающим вас людям первое послание иоанна 4 глава 20 стих кто говорит я люблю бога а брата своего ненавидит тот лжец ибо не любящий брата своего которого видит как может любить бога которого не видит а дальше еще круче первое послание иоанна 3 глава 14 стих мы знаем что мы перешли смерти в жизнь потому что любим братьев нелюбящий брата пребывает смерти вот вы все стремитесь к вечности бытия все хотите получить бессмертные тела вы все мечтаете о рае кто-то о небесном рае кто-то о рае на земле все зависит от степени духовного понимания текста но прибывает большинство из этих людей в смерти поскольку не могут перешагнуть на этот новый уровень из-за того что к сожалению не любят своих братьев я сейчас говорю о людях без указания на пол поскольку и женщины и мужчины являются братьями друг для друга вы можете называть братья сестры если заповедь о братьях то конечно же в первую очередь вы должны понимать что это это аллегоричное понятие которое связано со всеми людьми независимо от пола и возраста первое послание иоанна 2 глава 10 стих кто любит брата своего тот пребывает во свете и нет в нем соблазна первое послание иоанна 2 глава 9 стих кто говорит что он во свете а ненавидит брата своего тот еще во тьме первое послание иоанна 2 глава 11 стих а кто ненавидит брата своего тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает куда идет потому что тьма облепила ему глаза а а дальше очень хорошая цитата первое послание иоанна 3 глава 10 стих дети божии дети дьявола узнаются так всякий не делающий правды не есть от бога то есть те кто творит не правду или не живет по правде не является праведником тут является человеком дьявола или ребенком дьявола и так дети божии и дети дьявола узнаются так всякие не делающие правды не есть от бога равна и не любящий брата своего и так те кто не любит брата своего не любит людей которые его окружают или ненавидит людей является ребенком дьявола все достаточно просто первое послание иоанна 3 глава 15 стих всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца а вы знаете что никакой человеко убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающий посмотрите на какой уровень заповедь о брата любви поднял мессии иисус христос понятие убийство уже является понятием ненависть ненависть является брата брата убийством я молчу об убийстве на плоском уровне даже на духовном уровне моральное убийство на уровне эмоций на уровне чувств ненависть ненависть является убийством человека посмотрите на какой уровень возвел мессия иисус это понятие если человек не любит брата а ненавидит брата то он является человека убийцей и не наследует жизни вечной в нем пребывающий и так всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца а вы знаете что никакой человеко убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающий а что уж говорить о физическом убийстве на сегодняшний момент мы наблюдаем что брат убивает брата убивает на физическом уровне по сути и та и другая сторона выполняет роль которая описывается в текстах библии поэтому мне бы хотелось чтобы вы задумались над тем что мы делаем потому что любое дело любой поступок они должны быть осознанными давайте обратимся теперь к текстам корана а дело в том что в текстах корана есть такие цитаты которые настраивают на ненависть и настраивают на расприи между людьми чего не должно быть в принципе бог духовенных текстов но я вам хочу напомнить сейчас две цитаты из четвертой суры это аяты под номером 94 и 95 не следует верующему убивать верующего разве только по ошибке то есть бог простит только случайность или какую-то непредвиденную ситуацию когда человек будет не виноват в убийстве то есть убийство не будет целенаправленным а если кто убьет верующего умышленно то воздаянием ему гиена для вечного пребывания там значит человек когда берет в руки оружие то он обрекает себя на гиену огненную вот давайте теперь с вами вспомним цитату из текстов бытия это у нас 9 глава 5 стих я взыщу и вашу кровь в которой жизнь ваша взыщу ее от всякого зверя взыщу также душу человека от руки человека от руки брата его то есть не просто попадаете в гиену огненную если убиваете другого человека но будет взыскана душа человека то есть душа погибнет ну а мне бы хотелось вновь вернуться на тот уровень где понятие убийство связано с понятием ненависть и с понятием гнев потому что в принципе убивать человеку человека нельзя потому что человек убивая человека убивает в нем образ божий ребенка божьего посмотрите какая наглядная есть цитата которая говорит о гневе и ненависти это у нас святое благовествование от матвея 5 глава 22 стих а я говорю вам что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду кто же скажет брату своему рака или пустой человек и обезличит его таким образом подлежит синедриону раньше это был верховный орган власти в римской империи а кто скажет безумец или безумный то есть дурак то тут подлежит гиене огненной так вот мне бы хотелось чтобы вы оценили ситуацию и вспомнили весь свой гнев все все свое негодование всю свою злость к окружающим людям и попросили прощения у бога дабы не попасть в гиену огненную мне бы хотелось чтобы вы не злословили не писали не писали в комментариях пакости друг другу не писали пакости мне поскольку я пытаюсь до вас донести слово божие нравится вам это не нравится но я буду это делать потому что мне это нравится пора в комментариях писать цитаты из богодуховенных текстов а не высказывать негодование друг другу и с вами сейчас прочитаем цитату из первого послания к фессалонике сам 5 глава 14 15 стих умоляем также вас братья вразумляйте бесчинных утешайте малодушных поддерживайте славы будьте долготерпеливы ко всем посмотрите чтобы кто кому не воздавал злом на зло но всегда ищите добра и друг другу и всем поэтому мне бы хотелось чтобы вы подобрели чтобы ваши комментарии стали теплыми душевными поскольку есть одна замечательная цитата из псалмов Давида это песни восхождения Давида как хорошо и как приятно жить братьям вместе это пророческая цитата о будущем человечеством как хорошо и как приятно жить братьям вместе когда есть гармония когда есть взаимопонимание когда братья живут в созидательном обществе это кстати тоже понятие которое связано с мессией Иисусом Христом нужно правильно нужно правильно уметь читать его учения мне сейчас хотелось бы вам прочитать одну замечательную цитату это у нас псалмы Давида песни восхождения Давида здесь говорится о том что Господь Бог Средержитель давно нас благословил на жизнь вечную как хорошо и как приятно жить братьям вместе ведь это не простая цитата это пророческая цитата которая говорит о человечестве будущего это как драгоценный елей на голове стекающий на бороду бороду аромову то есть на бороду первосвященника стекающий на края одежды его как роса эрманская сходящая на горы сионские ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь на веки так жизнь на веки была заповедана давно и благословение мы получили давно но к сожалению пока не пришли к братолюбию и к той заповеди которая обозначена в этой цитате как хорошо и как приятно жить братьям вместе тут даже речи нет о физическом убийстве оно запрещено все те кто убивают они уже себе обозначили путь в Гееногдину не нужно себя оправдывать нет есть заповеди заповеди а заповеди это путь в жизнь вечную и все вот те пункты которые Бог перечислил на каменных скрижалях и начертал своей собственной десницей мы должны их выполнять а если мы их не выполняем то не можем даже мечтать о жизни вечной не можем мечтать когда поклоняемся другим богам когда поклоняемся идолам когда находим себе кумиров когда убиваем себе подобных братьев когда не уважаем отца и мать когда крадем лгем когда завидуем все это есть бог духовенных текстах все это есть в текстах закона божьего но к сожалению человеку так сложно принять это все поскольку он тогда теряет свободу выбора но у нас два преампа либо мы переходим на новый эволюционный уровень либо Богу не составит труда создать подобных нам и уничтожить нашу цивилизацию так что придется выполнять заповедь о брата любви всего доброго до следующих встреч за сих мая до сих до сих мед